Приветствую вас, если вы хотите влиять на людей, то это, полагаю, манипуляция, полагаю, это управление людьми, в таком случае вы обратились, наверное, не по адресу, потому что мы манипуляциями не лучше. В крайнем мере, я точно вам этого не дам. Если вы хотите защитить себя и защищать свои права, свои интересы, то, опять-таки, ситуация заключается в том, что по причине срока давности того, что с вами происходило, так понял, что сейчас вы уже не в детстве, а прошло довольно много времени, так вот, в силу срока давности, у вас нет доказательственной базы того, что с вами происходило, а слова, это просто слова, которым люди, к сожалению, не верят. И, наверное, было бы лучше, если бы вы в детстве говорили то, что с вами происходило. Если бы в детстве не только говорили, но еще и показывали результат воздействия матери на вас. Но в детстве вы этого не делали, а сейчас начали рассказывать. И вот тут кроется, наверное, самый главный вопрос. Зачем? Почему вы начали это делать? Что заставляет вас, что заставило вас сейчас начать рассказывать? Для чего? Какую цель вы преследуете? И почему вы думаете, что люди поверят вам просто на слово? Ну, например, ваша мама, человек, которого, точнее, знают окружающие люди. Знают они ее далеко не первый год, и, соответственно, у них, а они, у них, у них, у них мнение. Это мнение вам своими рассказами не переделайте. Но если у вас есть обиды какие-то на мать, если вам с ней тяжело, если у вас конфликт с ней, то возникает вопрос, почему вы не переедете от нее, почему вы не сепарируетесь от нее, не станете жить от нее самостоятельно, тем самым исключив ее влияние на вас. Если есть какие-то обиды, если есть обиды, а обиды явные есть, их можно проработать. Для этого нужно подробнее разобрать, что делала ваша мама, чем она руководствовала, каковы были обстоятельства в ее жизни, тем самым вы могли бы отпустить свои обиды на нее, и тем самым освободиться и жить уже самостоятельной жизнью, не пытаясь кому-либо что доказать, и не пытаясь, собственно, добиться справедливости, которой, наверное, в принципе, как таковой нет. То есть, первое, это проработка ваших мотивов и целей, второе, это проработка детско-родитовских отношений и формирование независимого самостоятельного поведения по отношению к вашей маме и по отношению к людям в целом в обществе, по отношению к тому, как вы видите себя, и по отношению к вашему будущему. Отдавите себя к вашим желаниям. Ну, не дело. Это тратит свое время на воспоминания о том, что было, и попытку подставить людей на свою сторону одними словами. Так вы вредите и себе, и ничего не добьетесь от людей, которые еще раз повторю, только словам, скорее всего, не поверят. Поэтому все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.